Нелли Гурьева Нелли Гурьева, однажды находясь в мастерских художников Омского Союза Художников, нам один из маститых сказал, художник это тот, кто имеет вот такую книжечку. И показал нам свое удостоверение членства. Это было давно. Членство чего? Группы? Не думаю, чтобы у Клода Мане или у Ван Гога и так далее еще по списку были какие-то книжечки, и они ими козыряли, что вот у меня книжечка, вот на это смотри внимательно, а не на мои картины, не на то, что я делаю. Вот на это только книжечка. Во времена Репина в Петербургской Академии Художеств, вот в те времена звание художник, вот просто художник, без всяких добавлений к этому званию, имело магическое, имело силу. Потом стали образовываться всяческие союзы, сообщества, писатели, кстати. И что? Собиралась эта группа и выгоняли. Ахматову, Солженицына, Войновича, Зощенко, Галича и бесконечный список. Кто в этом смысле остался на все времена? Те, кто выгоняли? Или тех, кого я перечислил? Мне кажется, всегда главное то, что человек делает, а не то, какие у него там регалии, членкоры и так далее, всякие высокие звания, медальки. Что он делает? Что ты можешь? Покажи. И одной картинки бывает, двух, достаточно, чтобы понять, вообще ты будешь смотреть то, что он дальше хочет показать. Или ты уже скажешь, благодарю вас, до свидания. У нас разные пути. Так что давайте стремиться к качеству живописи, к качеству своих произведений, наших, а не к тому, чтобы стать счастливыми обладателями льготных бумажек и книжечек. Неля Гурьева. Душа не может быть постоянно на пике ощущений. А люди, художники, профессионалы с корочками, тужатся в напряжении создания произведений. Так нельзя. Надо чувствовать желание свое. Ну да, если желания нет, так, извините, и вообще ничего не получится. Даже ночью. Надо чувствовать желание. На пике ощущений нельзя быть постоянно. Ну да, наверное. Вот вы забрались на вершину, например. Джима Лунгме. И там все равно есть... Это же не пик, на который ты встал так балансируешь. Нет, ты можешь пройтись туда-сюда, туда-сюда. Но долго там не задержишься, потому что воздуха ж мало. Если, конечно, у тебя кислородный баллон, и тебя потом с вертолета там снимут. А вертолет, кстати, там уже... Нет, его воздух, по-моему, на пяти тысячах, а выше он не может, потому что разреженная атмосфера. Так что кто тебя снимет? Надо самому спускаться. И, конечно, ты долго там не можешь пробыть на этом пике ощущений. Аргас тоже, как говорил Жванецкий, одно неловкое движение, и ты, отец, а-а-а, и все. Тоже пик ощущений. Но есть такие ощущения, которые могут длиться долго. Любовь. Но это, может быть, и не ощущение, но можно даже быть в этом состоянии, тонком, в таком влюбленности, в жизнь, например, в рассвет, в ребенка, в девушку. Это, конечно, синусоиды, но она может быть на пике, наверху синусоиды бежать от того, что тебя переполняет, а можно внизу от того, что все ушло и какой-то вообще все плохо-плохо, налили стопочку, уже хорошо, а потом опять плохо, нужно догоняться. Но даже если слабо, с этими вот ощущениями, нужно огонь раздувать. Взять фанерку, и пламя разгорится, потому что воздуха ты нагоняешь много. Дополнительным воздухом, вот этим фанеркой колебаний, может быть просмотр книжек, хороших, ну, мастеров живописи. Походу и в музеи. Посмотришь, бывалче, так тетя моя говорила, бывалче, посмотришь на хорошую картину, и так сразу. Огня много, хочется так же, не меньше. Сара Казань. Как должен себя вести художник за Мольбертом. Наши движения и эмоции передаются лучше, если мы шевелимся. Например, чешется что-то, шевелюсь, конечно, почесался уже хорошо. И это все кладется на холст вместе с нашими движениями и эмоциями. А если я сижу как мумия, то стала понимать и работы мои без эмоций. Ну, лучше двигаться, конечно. Даже в этом деле, в вечерне-ночном, тоже лучше двигаться. О чем мумия, она же ничего даже и не почувствует. Наблюдая за некоторыми, они чуть не пляшут перед своими мольбертами. Тоже так хочу. Так лучше стоя тогда работать. Не сидеть, как мумия. Уже стульчак ограничивает. Останешь, уже можно переминаться с ноги на ногу. А так и глядишь, и танец уже быстро. Начнет танец получаться. Не получался, например, вальс? А ну, раз, начал писать, и уже вальсируешь. Тоже так хочу. Как передавать свои чувства картине? Но передавать-то лучше изнутри же все идет. Поэт, например, сочиняет стихи. Он может, конечно, ходить из угла в угол, да? А может просто сидеть и сочинять. Много движений он не делает. У него вся работа внутри происходит. Или в глаза, например. Смотришь, вот вы в ресторане с Сарой с прекрасным юношей в ресторане. Он наливает вам вино, горят свечи, играет, естественно, музыка для вас. заказанная. И чего тут мельтешиться? Что тут двигаться? Если вы будете немножко двигаться, больше, чем ритм, который навязан, например, джазистом, он может подумать, что что-то не в порядке. И может перестать вам подливать вино. Скажет, благодарю вас, Сара, пойдемте уже домой пора. Другими словами, если вы будете как дирижер кисточкой писать, вот так махать, если нет понимания, как-то не махай, маши вот этой вот палочкой, дирижерской кисточкой, лучше картины не станет. То есть насильно ты не навяжешь этот танец, который внутри тебя вдруг стал происходить, и чтобы живопись такая же была, чтобы в ней тоже отражался этот танец. Танец идет, конечно же, изнутри. Это естественное движение. Но шевелиться, безусловно, лучше. Даже если вы на стульчике, например, вот так вот, качаетесь на стульчике, и чем ближе, раз фокус поймали, чем дальше, фокус уже туда. И можно так качаться и фокусироваться то на объекте, то на холсте. И так, опять же, работает квадратная мышца. Она, кстати, не от того, что названа квадратная. Это по имени человека, который я открыл. Квадратов. Квадратная мышца. Мой друг построгановки, Макс, он, когда мы там учились, это, конечно, была жесть. Мольберты это занимали, приходили пораньше, чтобы мольберты занять. Ну и вот. А аудитория не такая большая. И, значит, мольберт, на нем, у кого не было мольбертов, ставили стуль, стул, на него еще стул, а потом уже планшет. И гуаши разводили. Вот два стула уже можно планшет поставить. И, значит, писали, натюрморт или там модель. И Макс был такой весь подвижный, вот как вы говорите, он шевелился сильно. и ему, мы же должны отходить, ну, чтобы проверять пропорции, цвет. Он не отходил, он отбегал. Он сразу писал, раз, как рванет, а там же стулья, поставленные мольберты, вот с этой водой, все падало, краски, и, конечно, банк с водой, вот это, на пол. Ну, вода была уже не чистая, так что вот эта тряпка, жижа, тут все это подтиралось, потом он опять бегал, кого-то сшибал в конец аудитории, он там двоих мог, ну, просто вот начисто все, валилось планшет и краски. Но зато вот эта подвижность обеспечивала самопроверку пропорций, отношений, так что в этом смысле подвижность, конечно, лучше, чем ты сидишь перед холстом, но ты можешь не заметить, но ошибки, которые ты совершаешь, нужно, ну, отбегать. Но однажды он пришел, Максим, на занятия, и от него очень сильно пахло растворителем, прям сильно-сильно, какой-то был жуткий какой-то керосин. Что случилось? Он говорит, да я ночью, ночью писал, я как-то был у него в гостях, у него мольберт был, значит, кровать, тут же он пишет, кровать, и мольберт был такой, пропил, то есть холст он натянул, видимо, без учета, без поперечины, он так пропеллером, но ничего, это не помешало ему на этом таком холсте, вот таком, как бабочка, так писать, и он говорит, я немножко, а он спит, спало, конечно, это вообще, ну, понятно, что все зимой окна открыты нараспашку, там снега наметали, а чтобы он не замерзнуть, он накрывался вот так вот, нос только торчал, и, значит, он очень подвижный, и рукой, говорит, я махнул, там стоял растворитель, вот я написал, ночью лег спать, и растворитель с маслом, значит, все это, на мою кровать, мне пришлось долго, говорит, стирать, отстирывать до утра, все это, все в красках, растворитель, пришел, немножко от него пахло, мы дружили, я очень любил его, и сейчас люблю, куда-то он подевался, пропали следы, если, Макс, ты слышишь, откликнись уже, напиши мне. Друзья, выбрашиваю ваши лайки, нажмите, пожалуйста, нравится, если нравится, ну, и заходите в онлайн, школу, там появились новые, очень важные уроки, я прошу, не пропустите их, не проходите мимо. Мы с вами хорошо знаем и понимаем, что один натюрморт шедевр, другой нет, и как он написан, это все-таки второе. Первое, как он поставлен, 52-й урок в моей ленд-школе живописи, именно о том, как поставить натюрморт, на что обращать внимание, какие подобрать предметы, какие выбрать между ними расстояние, как это написать, на что обращать внимание, когда ты пишешь, где горизонт. Это теоретическая база на основе большого количества примеров с детальным разбором, чтобы понять, как поставить, как написать, нужна ли ткань, не нужна ли ткань, какой задний план или вообще без заднего плана. Вопросов очень много. Урок объемный на 50 минут, и это базисный, фундаментальный урок для тех, кто стремится к совершенству в живописи. 52-й урок «Композиция в натюрморте». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok